Сегодня день российской науки. Профессиональный праздник докторов наук, профессоров, доцентов и научных сотрудников различных кафедр. Луиза Раджабова побывала в Дагестанском научном центре Российской Академии Наук и увидела интересные разработки наших ученых. Это будет чуть громко. О том, что научный эксперимент будет сопровождаться громким звуком, нас предупреждают сразу. Здесь, в Центре высоких технологий и наноструктур Института физики, ведутся не только фундаментальные исследования, но и работы, направленные на скорейшее внедрение полученных результатов. Вот мы все знаете, что такое ЖК-монитор. Ну, скажем так, телевизор, ваш мобильный телефон, вот ваш смартфон. У него есть несколько слоев. Ну, вам это не обязательно, главное, чтобы хорошо звонил. Но, в принципе, по сути, он состоит из многослойной сэндвич-структуры. Они должны быть прозрачные, во-первых, потому что вы должны видеть ту картинку, которая формируется. Но, в то же время, для того, чтобы эта картинка формировалась, они должны проводить электрический ток. Вот вам пример вот такого покрытия, который разрабатывался здесь. Это один из возможных функциональных слоев. Видите, оно прозрачное, достаточно прозрачное стекло. Но, в то же время, видно, там небольшое покрытие имеется. Это покрытие проводит электрический ток на уровне хороших проводящих металлов. Эти порошковые материалы отличаются высокой удельной поверхностью и, как следствие, уникальными химическими и физическими свойствами. Они могут быть использованы в качестве основы при изготовлении композиционных материалов различного назначения. То есть, они позволяют снижать тепловую нагрузку на помещение. Летом они снижают нагрузку для кондиционеров, потому что препятствуют поступлению тепла снаружи. А зимой обратно работают как тепловое зеркало, отражая внутреннее тепло и не позволяя ему выходить наружу. А вот в этом отделе ДНС работают над учебниками по истории Дагестана. Отдельные книги издавались в 90-е и несколько позже. Но весь период, начиная с древних времен, до наших дней охвачен не был. Эту проблему решил Институт истории, археологии и этнографии, где авторский коллектив из шести человек уже завершил написание пяти учебников – шестого по десятый класс. То есть, впервые созданы книги, где изложена вся история Дагестана. Мы, авторы, подбирали иллюстрации, подбирали карты, подходящие по тому или иному периоду историю. То есть, мы, авторский коллектив, свою задачу выполнили – подготовили тексты пяти учебников по истории Дагестана. Теперь дело за Министерством образования Дагестана, которое должно заключить договор с издательством просвещения в Москве, центральное издательство, и надеемся, что наше министерство окажется на высоте, и учебники, уже подготовленные нами, в сентябре 2019 года поступят в дагестанские школы. Пока одни работники пополняют сокровищницу знаний новыми книгами, в фонде восточных рукописей бережно следят за древними изданиями. Здесь собрано труды на арабском языке, которые сотрудники фонда в ходе археографических экспедиций собирали по всему Дагестану, начиная с 40-х годов прошлого века. На сегодняшний день здесь хранится более 3000 рукописей арабоязычных. Это самая крупная на Северном Кавказе книжная коллекция арабоязычных рукописей. Уже оцифровано более 1200 рукописей. Идет процесс, наши сотрудники выезжали в Объединенные Арабские Эмираты, где стажировались в течение месяца. Они потихоньку улучшают свои навыки по реставрации. Более 10 рукописей уже отреставрировано. В этом направлении идет последовательная плавномерная работа. 8 февраля для них обычный рабочий день. Научный поиск идет всегда. И труд ученого – это каждодневные поиски и исследования. Именно по такому принципу и работают сотрудники ДНЦРАН. Хочу поздравить всех дагестанских ученых, всех исследователей с этим замечательным праздником. Пожелать им дальнейших успехов в науке, благополучия, счастья и творческих успехов.